Доброе утро! Меня зовут Оля и я эксперт по пилатесу. Обсудим мифы о начале полезных занятий. Хотите улучшить состояние здоровья, сделать тело подтянутым, а движения грациозными и плавными? Приобщайтесь к пилатесу. Или это миф? Миф номер один. От первого занятия я хочу все и сразу. Главная ошибка всех новичков – хотеть все и сразу. Это в корне неправильный подход. Упражнения в пилатесе отличаются по сложности. Их можно сравнить с танцевальными па. Даже разминка не такая, к которой мы привыкли. В пилатесе нужно всего лишь постоять 3-4 минуты и настроиться на занятия. Главное – стоять с правильной осанкой. Дальше упражнения выполняются плавно, без рывков. При этом постоянно следим, чтобы частота сердечных сокращений не превышала норму. Не занимайтесь до потери пульса. Достаточно двух-трех тренировок в неделю по 30-40 минут. Плюс пилатес прекрасно сочетается с другими видами тренировок. Миф номер два. Заниматься пилатесом можно и дома. Упражнения в пилатесе не требуют особого оборудования. Поэтому возможности широкие. Конечно, заниматься можно и дома. В свободном доступе есть готовые программы занятий. Но быть под наблюдением специалиста гораздо безопаснее. Можно ходить на групповые или личные занятия с тренером. Он подберет упражнения индивидуально и проконтролирует технику их выполнения. Для тренировок понадобится любая спортивная одежда и коврик. Но если человек давно в фитнесе и хочет увеличить нагрузку, можно подключить специальные резинки или легкие гантельки. Если хочешь быть здоров, занимайся пилатесом. Это зожное направление изменит жизнь в лучшую сторону. Главное – начать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова